После предыдущего ролика, где я мельком показал, как гений геймдева и кастомных модификаций смогли реализовать на движке StarCraft World of Warcraft, перенеся туда пускай и далеко не все аспекты игры, но как минимум львиную их часть, включая квесты, звуки, способности и так далее. И я задумался, если кто-то смог перенести конкретно World of Warcraft на движок игры, который в максимально возможной степени к этому не предназначен, наверняка были те, кто пытался провернуть подобное и с другими играми, которые не являются ММО-играми, которые абсолютно не предназначены для этого, но все же, там, в качестве пользовательской модификации, там был реализован режим ММО-игры. World of StarCraft. Частично я уже упоминал ее в предыдущем ролике, но особо не обращал на нее внимания, после чего мне несколько раз в комментариях мягко намекнули, что я ее упустил, хотя тема довольно интересная. Но начнем по порядку. В 2011 году парочка энтузиастов вдохновленной вселенной ММО-игр, в частности World of Warcraft, и, видимо, взрев на что технически возможен движок StarCraft, ибо за год до этих событий была вполне себе неплохая попытка перенести World of Warcraft как ММО на движке StarCraft. Началась разработка. Blizzard и Roffle не поняли, как и не поняли, что имелась в виду модификация, и решили быстро прикрыть Шарашкину контору. Но народ от таких событий, мягко говоря, охренел. Близзы помялись, поморозились, ну и сказали, ну, лан же видео. Проект заинтересовал много народу, и вызвал вполне себе ожидаемый резонанс, и даже в свое время неплохо собрал денег на Kickstarter, которые и ушли на разработку проекта. Фактически, это не ММО-игра, хотя, как я понял, изначально планировался полноценный ММО-мод, но из-за понятных причин, полноценного ММО так и не вышло. Доступно для игры всего лишь навсего 4 кампании, 2 из которых мультиплеерные. И, к сожалению, из выше понятных причин, разраб всего чуда не смог реализовать отдельный сервер, на который игроки могли бы подключаться и играть в онлайне. Сейчас это лишь иллюзия. Вы, выбрав парочку друзей, пройдя предварительно кампанию, скопировав код по мотивам кастома к из третьего Варкрафта и принеся его во вторую главу, или любую другую мультиплеерную главу, зовете своих друзей и начинайте нагибать все, что движется. Собственно, это один из основных минусов модификации, но мы о них еще поговорим. Начиная играть, скачав полностью всю кампанию и задев модификацию, нас встречает довольно типичное и привычное стартовое меню для любой ММО-игры. В частности, оно было скопировано, спойлер из World of Warcraft. Далее, мы создаем персонажа. На выбор есть, ни много ни мало, 8 классов, которые принесены из ванильного Старкрафта, но уже в виде игрового класса. Например, пехотинцы у тиранов, медиков, огнеметчиков, коста, и зиалот, хай-темплар и другие у протосов. На выборе игрока, как вы догадались, есть, опять же, ни много ни мало, 2 фракции, а именно протосы и тираны. Ну и по 4 класса на каждую фракцию. Также, при создании персонажа, есть дополнительная кастомизация. В Варкрафте, мы, как правило, выбираем фракцию, расу, а уже потом лишь класс, из возможных для нашей расы. Тут же, все немного по-другому. Выбрав изначальный класс, мы можем его дополнительно кастомизировать, выбрав тип оружия. На выбор их, также 4 на каждый из классов. И каждый последующий тип, дает дополнительный буст и особенности. Еще есть возможность выбрать иконку и цвет персонажа, но это не так интересно, посему приступаем к самой игре. Создав персонажа, выбрав ему имя и задев игру, нас встречает очень клево сделанный синематик, у которого есть крайне интересная история. Но, об этом кратко, вы не за этим пришли. Как и говорилось выше, начались некоторые тяжбы и терки между разработчиком модификации и Blizzard. Так как Близзы, видимо, изначально подумали, что кто-то хочет запилить отдельную игру по мотивам их вселенной, да и при этом мутить на этом бабки. Контору решили в максимально быстрой степени прикрыть. Но благо народ оказался неравнодушный к проекту, и под бурей хейта Близзы сказали, что мод все-таки будет жить. А буря была настолько сильна, что товарищи из Riot Games решили переманить разработчика на солидную вакансию разработчика. Но, хорошо это или нет, но благо все обошлось. Вместо старого названия World of StarCraft, он был переименован в StarCraft Universe. Разрабы решили клепать свою ММО, но, только если она будет не коммерческая и является частью кастомных модификаций из игротеки StarCraft. Взамен Близзы оказались не такими мразями, и как это вполне себе могло казаться изначально, и решили помогать им в создании проекта. И сделанный синематик и был сделан то ли частично, то ли полностью сделан Близзами. Войдя в мир, она встречает игровым прологом и обучением, по ходу которого она знакомит с событиями, которые происходят в данный момент времени. Если кратко, то они целиком и полностью происходят параллельно действующему патчу игры. Наша задача, вне зависимости от фракции, которую мы выбрали, решить главную проблему вселенной, забыв былый распри между тиранами и протасами, объединив силы избавить весь мир от наглых зергов, которые очень быстро распространяются, заражают все, что движется, превращая людей в биоморфов, порождая зергов, которые хотят все уничтожить. Фракции, протасов и тиранов по факту мирны между собой, по крайней мере в реалиях данного мода. Так что это не особо важно, за кого вы начинаете играть, это лишь изменит стартовый сюжет, стартовую миссию, где нас знакомят с игрой и прочие подобные игровые моменты. В первой главе нас как новичка обучает Азам всего и вся, как стрелять, как убивать и так далее, параллельно развивая сюжет. Первая глава является целиком и полностью одиночной, да и в целом я бы сказал просто обучением. Внутри есть свои небольшие катсцены, сделанные довольно неплохо и вполне себе хорошо, учитывая как в принципе делался этот мод. Завершив главу, мы переносимся во вторую, которая и является мультиплеерной. На этом моменте мы можем сумонить всех своих корешей и начинать погружаться в этот мир более полноценно. Например, из одиночного подика со мной и убей того стрёмного типа, всё это превращается в мультиплеер, где нам с нашими товарищами предстоит зачищать рейды и убивать крупных боссов. Что помимо всего этого, приправлено сюжетом. У нас, как и в любой уважающей себя ММО игре, есть инвентарь с статами персонажа и эквипом, который на нас надет. Всего есть 6 слотов экипировки и 2 дополнительных, которые предназначены для оружия. Дроп для нашего персонажа будет ванильно дропаться с боссов, либо при выполнении каких-либо квестов, либо покупаться у торговцев. К слову, у торговцев есть возможность покупать некоторые итемы, которые нужны для рецептов. Иногда с боссов или с кого-либо ещё падают некоторые рецепты, для которых нужно собрать некоторый перечень вещей, чтобы скрафтить нужную вещь. Иными словами, крафт. Выбив нужный рецепт и добыв уже подробильным образом все итемы, мы можем скрафтить себе нужный предмет. В каком-то роде это что-то вроде профессии. Немного про обилки и способности. Система реализована довольно привычная. В игре есть внутренняя валюта, инующая себя, как ни странно для реалии Старкрафта, минералы. Это основная валюта, которую мы будем тратить налево и направо. Обилки качаются следующим образом. Мы, выбрав класс, должны выполнить небольшую цепочку квестов, которые нас приводят к классовому тренеру, и у которого мы можем покупать и впоследствии прокачивать способности. В целом, система довольно схожа с системой, которая была до катаклизма в World of Warcraft, когда нам приходилось получать скиллы у нашего классового тренера. И как правило, денег не хватало на все и сразу, из-за чего приходилось отбрасывать менее необходимые способности. Плюс, внутренние обилки. Раз в уровень, мы получаем очки прокачки, которые и имеем право распределить на интересующие нас обилки. Например, улучшить некоторые способности, ловкость, интеллект и так далее. Опять же, в целом, ничего нового для реалий какой-либо стандартной ММО игры. Помимо возможности управлять обычным персонажем во время игры, мы можем управлять что ни на есть настоящей боевой техникой. Начиная от простых танков, заканчивая роботами из Звездных войн, либо пушками. Система реализована довольно уникально, потому что особо такого я нигде не видел в ММО играх. По крайней мере, не в той степени, как это реализовано здесь. Путешествовать и очищать мир от зергов нам предстоит не только на одной планете или локации, а по целой галактике, состоящей из несколько десятков планет. Где так или иначе, зерги и иногда не только они, подпортили все, что можно было только испортить. Планеты между собой, соответственно, отличаются. Некоторые планеты могут быть родными планетами тиранов, то есть людей. А другими, это иллюзия на мир протосов, который был уничтожен зергами. У каждой из планет есть своя сложность и свой сюжет. Сложность зависит от многих факторов, и некоторые планеты зачистить довольно просто, а другие же крайне хардкорно. Окей, теперь немного моего мнения на этот счет. ММОшка, либо, вернее сказать, лже ММО по второму Старкрафту сделана классно. И однозначно рекомендую в нее поиграть. Но есть и недостатки. Первый я назвал несколькими приложениями ранее. Лже ММО. Из-за ограничения, пускай и при всем желании, возможности сделать сервер, которому в любое время суток могли бы подключаться игроки, так и не смогли. И вся игра в основном замешана на том, что вы, с конкретными корешами, с которыми, вероятно, заранее сговорились, будете проходить игру дальше. Благо, здесь есть нормальная система сохранения персонажа. И, соответственно, не состоит никаких проблем перенестись из первой главы своего персонажа, принести ее в условно вторую. Второй существенный минус, на мое мнение, это бета-стадия игры. Тут вы наверняка скажете, ну, бета и бета, рано или поздно, то она выйдет в полноценный релиз. Ну, просто надо подождать. Но, не тут-то было. Мод почти полностью прикрыт. Официальный сайт новообразованной студии, которая клепала весь этот мод, уже как год закрыта. И, чтобы на нее зайти, мне пришлось вязать веб-архив. Новостей по поводу игры уже не было более года, а необходимые средства на кикстартеры для переноса игры с опен-беты в фулл-гейм мод так и не были собраны. Так что проект можно считать почти мертвым, с небольшой надеждой, что в перспективе, что она когда-то вернется. И разработчики, которые клепал ее более 7 лет, продолжат делать это дальше. Плюс, есть еще некоторые баги, которые, соответственно, были и выявлены на опен-бете. Например, хотя это, скорее всего, не баг, а особенности движка, это то, что нельзя одолеть нормальную камеру. Вернее сказать, что одолеть мы то ее сможем, но дальность прорисовки останется неизменной. Это особенность, если кто помнит, перекричевал еще с третьего варкрафта в движок старкрафта. Так что дальность прорисовки здесь довольно-таки маленькая. Ну, а теперь о плюсах. Давайте вспомним, где мы находимся. Мы в старкрафте. Это стратегия с мерами, где мы наблюдаем с небес. Задумайтесь. Из стратегии, которая выглядит вот так вот, было сделано ЛЖММО, которая выглядит вот так вот. Что я хочу этим сказать? Реализация подобного, пускай и мода, очень трудоемкий процесс. Особенно, когда изначально сама игра говорит, что, конечно, в теории ты это можешь сделать. Но я стратегия, а не ММО-РПГ. Сил и времени было потрачено уйма. И что самое интересное, для мода, который клепался всего лишь несколькими человеками, будем честны, сделано все по красоте. Плюс, Близзы заявили, что это будет априори не коммерческий проект, и зарабатывать на этом они не смогут. Сюжет подан в виде квестов, многие из которых озвучены. По типу в одного пролога, и также есть поставленные вручную кат-сцены, в которых также есть озвучка персонажей. Для любителей лора, их мол, все четко. Например, взяв одного, двух корешей или больше, вполне себе можно в ней зависнуть надолго. Как это было, например, в старые добрые времена нулевых в горении, и прохождением о каких-то кастомах. Мод вряд ли когда-то восстанет из мертвых, и в него можно будет полноценно играть. Но, что уже сделано, достойно огромного уважения. А я напомню, что разработчик лепал его более 7 лет, и он в перспективе даже не мог на этом деньги зарабатывать. Первоначально, я хотел сделать этот ролик покороче, да и вставить несколько подобных ММО, сделанные как костыль в играх, где ММО-режим априори существовать не должен. Но получился, грубо говоря, обзор на ММО Старкрафт Юниверс. Возможно, из этого выйдет неплохая рубрика вроде обзора того, что не должно было существовать. Да и чего уж греха таить, интересно ведь посмотреть, как кто-то пытается подобное сделать, проходя препятствия, и что самое главное, вдохновляясь World of Warcraft, как и в случае с нашим модом. Но мне нужен фидбэк, пишите ваше мнение насчет этого в комментариях. Ну а по сути, на этом все. Благодарю вас за просмотр, удачи!